Ребята, ребята, кажись царапнул крышку. Мне п***. Сегодня перед нами ноутбук Inspiron N5110. И наша задача – обслужить его. Причиной обслуживания данного ноутбука являются следующие признаки. Это, во-первых, перегрев ноутбука во время его использования, а во-вторых, какая-то проблема с обновлением. Не получается обновить операционную систему. Здесь установлена Windows 10. Кстати, здесь установлена операционная система Windows 10. По умолчанию ноутбука стояла семерка. Неизвестно, что здесь, кстати, с драйверами. Возможно, драйвера здесь установлены не все. Это мы проверим, зайдя на официальный сайт и посмотрим, имеются ли драйвера для данной операционной системы именно для данной модели ноутбука. Итак, сразу же выскочила проблема с обновлением, о которой я говорил. Не удается установить обновление. Сейчас произведем тестирование. Прежде всего, просто ради интереса ознакомиться вы можете с характеристиками данного ПК. Открыл программу СПУЗ. Вот такой процессор установлен. Такое количество питания, такой техпроцесс. Столько потребляет. Вот такой имеет тактовую частоту. Вот такой вот кэш. Вот столько ядер, столько потоков и так далее. Это просто, если вам интересно. Решил не заморачиваться с AIDA64 и поставил обычную программку CoreTem. Здесь мы с вами можем видеть сейчас температуру процессора. На самом деле, на ноутбуке еще ничего не делалось, ничего не запускалось особо. То есть, ноутбук работает в обычном режиме, но температура уже 50 градусов. Не есть это хорошо. И действительно, ноутбук уже поднагрелся вот здесь, я чувствую. В том месте, где установлен процессор. То есть, действительно, что-то не так с системой охлаждения, ее нужно обслуживать. Но для начала, как я и обещал, запускаем WinRAR, нагружаем систему. Тест быстродействия. На передний план TempCore. Пусть немножко поработает, а мы понаблюдаем за температурой. Ну что же, прошло несколько минут тестирования. Максимальная температура, которая была достигнута 74 градуса. В принципе, это нормально для ноутбуков. Для начала, подложим вот такой классный полотенчик, чтобы не царапать поверхность ноутбука. Это главное, кстати. Следующее немаловажное действие. Берем набор отверток. Нужных и ненужных, классных и не классных. В общем, берем отверточки. И идем ковырять ноутбук. Первым делом для безопасности обесточиваем ноутбук. Затем по всему периметру откручиваем все винты. Здесь их три штуки, здесь, здесь две, здесь два, здесь, здесь, здесь. В общем, по всему периметру. Кстати, чуть не забыл рассказать вам про фишечку, очень удобную. Берем неодимовый магнитик из жесткого диска. Цепляем на отвертку. Как вам мой лайфхук, а? А? Винтики не теряются, они находятся на магните. Также открутим винтик по центру. Далее удаляем пациенту дисковод. Просто вытаскиваем его так, как он уже откручен. Далее переворачиваем ноутбук, где клавиатуры здесь имеются защёлки. Отщёлкиваем их и поднимаем клавиатуру вверх. Сразу отсоединяем шлейф. И убираем нашу клавиатуру. Пока мы находимся на этом этапе, хочу заметить одну вещь. Я уже заметил, что с той стороны не хватало винтиков. Некоторые винтики были сорваны. Здесь винтики закручены под крышку корпуса внутри. То есть ноутбук разбирался и был собран не совсем правильно. В общем, сейчас что делаем? Отключаем шлейф. Точнее все шлейфы. Шлейф верхних кнопок. Шлейф кнопки питания. Тачпада. Шлейф клавиатуры уже отключили. В принципе, больше шлейфов нет. Так как винтики уже выкручены некоторые. А некоторые находятся под крышкой. А вообще, по сути, нужно было их выкрутить. Здесь, здесь, здесь. И возможно где-то ещё. Нет, всё. Вот эти винтики нужно выкрутить и лишь затем снимать крышку корпуса ноутбука. Также подоспел помощник, который в принципе завершит всю начатую мною работу. Здравствуйте, мастер. Вот вам отвертка. В общем, всю ответственность за ремонт данного устройства перекладываем на данного мастера. В общем, поддеваем крышку. Удобно её здесь поддеть следующим образом. Там, где был дисковод. И снизу толкаем. Поддеваем по периметру и снимаем крышку. Не забудьте, чтобы все шлейфы были отключены. И попадаем внутрь корпуса нашего ноутбука Dell. Кстати, что хочу ещё заметить. Очень неудобно. Чтобы обслужить систему охлаждения, необходимо полностью разобрать ноутбук. Дальнейшим действием откручиваем все винтики по периметру материнской платы. Точнее, системной. А также ещё вот винтик. В общем, все винтики, которые найдёте на системной плате, необходимо открутить. Также сразу же скажу, что когда будете собирать два винтика в медном кружочке, а также один в квадратном, не закручивайте сразу. Они должны встать поверх корпуса. То есть, вот они. Раз, два и три. Также здесь должен быть ещё четвёртый. Вот он, точнее, ещё в одном прямоугольничке. Его здесь вообще нет. Итак, открутив все винты, не забываем отсоединить оставшиеся шлейфы. Вот этот. Шлейф на вентилятор. В принципе, его можно отсоединить и позже, мы его будем снимать. Но лучше это сделать сразу, потому что потом сможете забыть. А также шлейф. Так, небольшой нюанс. Здесь поковырялся, никак не доставалась системная плата. Пришлось открутить крепление вентилятора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Теперь делаем просто вот так. Вентилятор сам по себе отходит. Отрывать я думаю, что здесь склейку ленту не стоит, потому что потом не приклеить нормально. Ну и как вы можете видеть, здесь есть кусочки пыли. Хорошо их продуваем, прочищаем, убираем. Проверьте, хорошо ли крутится вентилятор, не имеет ли люфта. В большинстве случаев это неремонтируемый элемент, его просто заменяют. В общем, все, собираем обратные последовательности. И на этом, в принципе, обслуживание системы охлаждения данного ноутбука закончено. Ну что, купились? Я же не сказал вам, как обратно закручивать систему охлаждения. Здесь тоже есть некие правила. Обратите внимание, что каждый винтик на радиаторах пронумерован. То есть 1, 2, 3, 4 и 5. То есть в такой последовательности их стоит закручивать. При том, что первый винтик закручиваете сразу не намертво, а так притягиваете. Так делаете все, а потом в той же последовательности закручиваете окончательно. Ну а теперь вот точно все. В общем, следующее, что мы сделаем, это пойдем сложным путем. Не будем мы обновлять нашу винду, а просто скачал новенькую. Так как, поговорил с владельцем, там было негативное воздействие вирусов. В общем, огромное количество мусора. И мы решили просто переустановить Windows. Следующим действием мы устанавливаем на уже свежую операционную систему все необходимые программы, а также драйвера. Заодно, как обещал, зайдем на сайт производителя данной модели ноутбука и посмотрим, для каких операционных систем есть драйвера. Как видите, для десятой нет, поэтому официальные драйвера установить и скачать, то есть обновить имеющиеся, не получится. В этом нам помогает программа Driver Booster. Также решил обновить и BIOS. Также я установлю все последние обновления для данной операционной системы, чтобы она была актуальна на сегодняшний день. Давайте подведем итог окончательный по обслуживанию данного ноутбука. Он был полностью почищен. Была обслужена система охлаждения, заменена термопаста. Также была установлена новая операционная система, хотя в принципе этого можно было не делать. Можно было просто обновить. Здесь были установлены все необходимые программы для первоначального использования, все необходимые драйвера для всех устройств данного компьютера, чтобы у человека не возникал такой вопрос, если что-то необходимо использовать, а оно не будет работать. Здесь установлены все абсолютно драйвера. Полностью обновил операционную систему до актуальной версии. Теперь имеются все необходимые и накопительные обновления, и обновления драйверов. То есть все сейчас актуально на данный момент. Также немножечко оптимизировал систему, настроил схему электропитания на максимальную производительность Также еще отключил пару ненужных служб, которые человеку нужны не будут В диспетчере устройства я смотрел, чтобы все абсолютно устройства были работоспособны Все контроллеры, микросхемы и все такое Также выше вы видели, что я даже обновил версию BIOS До последней Ну и в конце концов, когда все у нас установлено, все имеющиеся программы, все имеющиеся драйвера и чистая операционная система Я всегда делаю резервную копию Образы операционной системы Что в дальнейшем случае, если что-то случится с компьютером, а с ним может случиться все что угодно К примеру, заражение вирусом Кстати говоря, здесь же пока не забыл Скажу, что я установил антивирус Dr.Web Security Space Также нашел на него ключик на 44 дня Я считаю, что это правильное обслуживание Я считаю, что так необходимо обслуживать компьютер, чтобы он работал долго, правильно и хорошо Насчет восстановления, точнее создания резервной копии Могу сказать, как она делается верно Открываем панель управления, неважно какой операционной системы Ищем историю файлов Находим внизу слева резервное копирование Создание образа системы Выбираем, куда сохраняем данный образ Я его сохраню пока что на жестком диске Но впоследствии можно его записать на обычный диск И в принципе на этом мы закончим обслуживание данной машины Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!